МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Когда мы ехали на встречу с героем нашего сюжета, то почти были уверены, что съемка не состоится. С ректором Восточно-Украинского национального университета профессором Александром Голубенко мы собирались прогуляться по Луганским улицам, а за окном проливной дождь. Но Александр Леонидович был настроен решительно. «Дождь нам не помеха», – сказал он. И под ливнем, по лужам мы отправились гулять по тем местам Луганска, о которых Александру Голубенко есть что рассказать. Итак, улица Фронзе. Александр Леонидович многое может вспомнить и про бывший кинотеатр «Октябрь», и про завод «Уэр», и про колледж, который раньше именовался техникумом. А в этом доме, доме специалистов, как его называли, Александр Голубенко прожил более 30 лет. Я в этом доме жил с детства. Напротив ходил в техникум, закончил техникум, напротив ходил на завод, потом поступил в вечерний институт, напротив ходил опять первый корпус. И вот по этому треугольнику, поэтому это самые лучшие годы, связанные и с этим домом, и с этими домами, которые его окружают. Дети очень любят, когда к родителям приходят гости. Это целое событие. Вот вы помните, как приходили гости к вам домой? Какие были празднества семейные? О, я помню. Значит, я вам должен сказать, и как-то об этом говорил, по какому-то случае недавно, люди жили более открыто. Вообще менталитет славянский, я жил какое-то время за границей, нам завидуют. У нас хороший, открытый, к общению менталитет. Так в то время еще более было открыто. Так вот, когда приходили гости, а квартиры, ну тесные квартиры, и какие-то там мероприятия отмечали, выходили на улицу, ставили перед подъездом вот здесь, в этом дворике, ставили столы, стулья, и люди все общались, соседи в подъезде проводили, и все вместе проводили праздники. И я помню, что прямо вот толклись, субботы, воскресенья, люди то в одного, то в другую, открытое общество, гражданское общество, как сейчас говорят. Вот именно так было. Я считаю, что это люди бесхитростные, люди открыты для друга, не закрывали свою коробку, мой дом, моя крепость. Я вот с удовольствием вспоминаю это время. Кстати, Александр Леонидович даже не помнит, что было во время тех застолья на столе. У хозяек той поры не было цели удивить своих гостей какими-то необычными блюдами. Это было не главным. Главным в те годы считалось общение друг с другом. Любили играть казаков-разбойников, любили играть партизану. Немцы были, партизаны были, ну, после военной воды. Были еще какие-то игры, типа лапта, что-то я не помню. Потом была такая вот игра, мы, я не помню, как, копейка бросали, там нужно попасть было. Потом была игра жесточка. это, это такая, кусок кожи с, 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 ну, такой, какой-нибудь животный с волосами. И вот мы подбивали ногой, мячей не было. Ну, вот такие игры. Прикладного, будем, характера. Я играл в баскетбол. А вы были дрочином? Не, я дрочином не был. Я дрочином не был. Я такой аналитический ребенок был. Александр Леонидович, а была девочка, которую особенно хотела за косички подергать? Была. Была еще в детском саду. Была техникум. Вот сколько я себя помню, были девушки, которые мне увлекался. Ну, это, по-моему, естественно, не только я, это, наверное, любой, так сказать. Я помню ту, которая в детском саду увлекалась. Я помню всех, которые в институте, в техникуме. Ну, это естественно. Разговор под дождем мы продолжили возле колледжа Восточно-Украинского университета. Своё первое профессиональное образование Александр Леонидович получил именно в этих стенах. Сейчас это колледж Восточно-Украинского национального университета. А раньше это был машиностроительный техникум. Я учился здесь. Я его закончил. Когда я закончил технику, я работал на теплостроительном заводе, который недалеко находится. И поступил в вечерний машиностроительный институт. В то время здесь был первый корпус машиностроительного института. Я учился в этом корпусе. Машиностроительный институт. Сейчас это университетское, там, на молодежном, там, красивейшее здание, вы видели. Вот. А тогда я здесь учился. Кафедра локомотива строения, по которой я учился, она находилась именно в этом корпусе. Ректор находился в этом корпусе. Уникальное здание, красивое здание. Это памятник архитектуры. И приспособлено строить специально как учебный корпус. Поэтому у меня самые теплые, хорошие воспоминания. Я здесь провел лучшие годы своей жизни. Мне тогда было 20 с небольшим лет, а в 20 с небольшим лет все прекрасно. Нас тогда насильно посылали в колхоз. Это такая ностальгия сейчас воспоминаешь, потому что все это прекрасно. Потому что это юные годы и все в розовом свете. Но и учеба, это лучшие годы учебы. Потому что человек строится, человек развивается, человек входит в жизнь. И тебе еще дают знания, тебе помогает входит в жизнь. И ты находишься в хорошем высшем учебном заведении. Машиностроительный институт был лучшим и самый большой машиностроительный институт в СССР. Его правоприемник Восточно-Украинский национальный университет, один из лучших университетов в Украине. Конечно, в юношеские годы Александр Голубенко даже не предполагал, что быть ему ректором, доктором технических наук, профессором, заслуженным деятелем наук и прочее, прочее, прочее. Он просто мечтал связать свою жизнь с техникой. Я не думал, что я буду ректором. Я знал, что мне нравится техника. Я техникой стал увлекаться с шести лет. Мне даже снимали в журнал, был тогда журнал «Советский Союз», он только начал выпустить, в детском саду. И всю жизнь, и сейчас с техникой. Мне это нравится. Нравится по одной простой причине, что ты сам создаешь. Аналитический мысль задумал на бумаге и потом сделал металли. Ты делаешь то, что можно связать. И вот я как всю жизнь с этим связал, свою жизнь, так и пошел по этой стезе. Но я еще, кроме того, ученый. То есть я не просто чьи-то идеи притворяю на бумаге, а потом в металле. Я еще сам эти идеи создаю. Это в высшей степени интересно. Совсем рядом с колледжем находится завод УИР. Трудовая деятельность будущего ректора начиналась именно здесь. Студентам всегда говорю, есть альма-матер. Буз – это альма-матер. И вы же буз заканчивали, это альма-матер. А альма-фатор, если так можно перескать, это для меня завод УИР. И когда какие-нибудь юбилеи, встречи с заводом, я говорю, это мой отец. Мне завод дал жизненную закалку. У меня есть книга, называется «Моя жизнь, мой университет». Я там за университет вас много говорю. Но там я пишу, что мне основную жизненную закалку дал завод. Завод – это завод имени Октябрьской революции. Это великолепный завод, с великолепной школой, с династиями. Каждый третий или четвертый человек, житель Луганска, это проходил через завод. И я в том числе. А кем вы работали? Я начал работать слесарем после техникума, потом через три месяца техникум, потом старшим техникум, потом инженером исследованием, потом инженером конструктора второго категории, потом инженером конструктора первого категории, потом руководили группой, потом в аспирантуру ушел. Вот я каждый год, меня переводили на какую-то должность. Это тоже показатель. То есть я тогда не был этих блатов, там с кем-то нужно договориться. Но каждый год меня, ну работал нормально, добросовестно. И вот мои усилия замечали. Мне с заводом очень хорошее впечатление связано, потому что это моя Альма-Акватор. Александр Голубенко одновременно работал и учился. По окончании техникума он поступил на вечернее отделение машиностроительного института, на факультет локомотивостроения. В те годы распорядок дня Александра Леонидовича строился таким образом. До пяти часов он работал на заводе, а с шести вечера до девяти садился за парту. И так каждый день. Времени, конечно, было мало, но он успевал все, и институт окончил с красным дипломом. Единственная для меня сложность была, я должен с 17 часов прийти домой, минут 15-20 в кресле сидя переспать, и тогда идти на занятия. Если я это не сделаю, вот в этом сложность была. Если я это не сделаю, то тогда вот пишу-пишу лекцию, и раз, ручка поплыла. Ну, тянет, так сказать, на сон, несмотря на юные годы. Поэтому я бы не сказал, что было сложно физически, ну, для молодого человека. Я и сейчас молодой, но тогда я еще более молодой был. Вот, ну, это были самые лучшие годы. Несмотря на загруженность и работа, и учеба, Александр Леонидович успевал и на танцы сходить, и в кинотеатре новый фильм посмотреть. Тогда показывали фильм, написали в титрах трофейный, взят в качестве трофея после Великой Отечественной войны. Фильмы Тарзан. Заполнено фойе все, не поступивши к кинотеатру, по головам за билетами. Ну, действительно такой зрелищный фильм. Ну, и вообще-то кинотеат Октябрь, это был действительно кинотеат по высшему разряду, учреждение культуры, фойе, фойе фонтаны. Играют всегда перед началом сеанса музыка, симфонический квартет. Ну, это ж одохотворяет. Ты приходишь туда заранее и проводишь там время какое-то, а потом идешь в фильм посмотреть. Я не знаю, вот это какая-то глупая голова отдала этот кинотеат кому-то. Это кинотеатр вообще-то занимал, я же луганчанин, я всю жизнь в Луганске живу. Этот кинотеатр был второе место по бывшему Советскому Союзу занимал, когда его сдали в эксплуатацию перед войной. Ну, великолепное сооружение, как институт культуры, я бы сказал. Поэтому вот любимый мой кинотеатр. Я рядом с ним жил, я рядом работал, я рядом учился там. Я в техникуме рядом учился с кинотеатром. Я работал там рядом на заводе, я жил там рядом в доме специалистов на улице Фрунзе. А кинотеатр Кяп тоже на улице Фрунзе. Все рядышком. Танцы каждую неделю в институте. Ну, дневники были, вечерники были. Мы же молодые люди были все. Я только на вечеринке учился, потому что по законодательству нельзя было днем учиться. Но, в принципе, я ходил на все вечера, в факультеты, в мединститут ходил, в пединститут ходил. Мы обменивались, встречались, проводили вечеринки вместе, все праздники. Несмотря на то, что вечером занимался. Ну, все интересно было. Вы помните хиты вашей юности, студенческой, я имею в виду музыкальные? Ну, я могу, может, и вспомнить, сейчас такой неожиданный вопрос. Ну, вот, например, ландыши. Это ландыши, 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 свелый мой привет. Вот, я помню хит «Мишка, Мишка, где твоя улыбка» – это хит просто был. Его там критиковали здорово, ну, хит есть хит. Это у меня. Выключить. Наш разговор прервал звонок мобильного телефона. Александр Леонидович отдает необходимое распоряжение, и затем мы продолжаем разговор о годах юности. Кстати, успевал ли студент Голубенко следить за модой? Я был стилягой. Я был такой, я был стилягой. Я был стилягой, а стиляга в то время – это вот брюки, дудочка в обтяжку, кок. Ну, кок у меня нет, у меня была эта прическа, она стала демократкой. Ну, все равно так. Но самое главное, чтобы брюки в обтяжку. И я попросил мать свою, ну, мы не так уж зажиточно жили, попросил, чтобы она мне сузила брюки. Она категорически сказала, то что, чтобы здесь как-то стиляга была. Я освоил этот производство и сам брюки прошил, сделал и ходил. То есть я в то время был стиляга. Ну, ничего, нормальный человек вырос. Мы начали разговор под проливным дождем на улице Фронза, а заканчиваем в теплом и уютном корпусе Восточно-Украинского университета. С университетом связана большая часть жизни Александра Голубенко. Когда-то он получил высшее образование, тогда еще в машиностроительном институте, потом аспирантура, которую окончил досрочно, преподавательская деятельность, защита диссертации. А когда Александр Леонидович получил образы правления в Восточно-Украинском национальном университете, то решил, что обязательно превратит его в храм науки, в который, если зайдешь, то захочется, по выражению ректора, шапку заломить от красоты. И в этом храме науки каждый студент смог бы найти свою нишу, получить знания, которые позволят сделать в будущем неплохую карьеру. Помимо этого, молодые люди станут культурными и воспитанными. И им в этом университет обязательно поможет. А Восточно-Украинский ректор Голубенко считает в этом плане бесспорно лучшим университетом Украины. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова